ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Влад Длемишевский отличился в эстафете 4 по 100 метров вольным стилем на той же дистанции с серебром Полина Велесюк. Аналогичная медаль у нее и в комбинированной эстафете. И еще две бронзовые награды у Полины в эстафете 4 по 100 вольным стилем и в комбинированной эстафете. Есть достижения у Михаила Дорошкевича. Он впервые выполнил норматив кандидата в мастера спорта по плаванию на дистанции 100 метров вольным стилем. Новые победы пинских пловцов принесли немало позитивных эмоций их тренеру. Всех спортсменов готовил Сергей Кочановский. Нам бы такой спортивный праздник. Уже достаточно долгое время пинчане не добиваются побед и результатов в пауэрлифтинге или других силовых дисциплинах. Но представитель нашего города является одним из организаторов крупного и популярного чемпионата под названием «Золотой тигр». Устраивать его помогает Виктор Мацур. В очередной раз при его содействии соревнования были проведены не у нас в столице Полесья, а в Минске. Здесь собрались более сотни представителей силовых видов спорта. В том числе наш известный гиревик-рекордсмен Вячеслав Харанека. В зрелищности данному турниру не занимать. Стоит только увидеть одну из изюминок программы «Белорусский жим». Он включает в себя одновременный подъем в течение пяти минут двух гирь из положения лежа. Вячеслав Харанека вновь отличился. Установил первый рекорд в этой номинации в возрастной категории старше 60 лет, подняв гири весом по 24 килограмма 82 раза. Для атлета это был уже 170-й рекорд в его карьере. Виктор Мацур признался, что очень хочет провести похожие соревнования в Пинске. Они вполне могли бы стать брендом нашего города и очень зрелищным спортивным событием. Надеемся, что Виктору удастся осуществить свою задумку. По силам быть лучшими в области, начинающие легкоатлеты из Тинского района выступили в первенстве среди юношей и девушек 2009-2010 годов рождения. Неплохо пробежали, прыгали в высоту и заполучили серебро соревнований. Его вручили воспитаннику детской спортшколы УАО «Парахонская» Арсению Левойщику. Ученик тренера Гончарова отличился в беге на 60 метров с барьерами. Удачным было для районных спортсменов и выступление в соревнованиях по волейболу. Имеется в виду для призовой тройки команд, которые победили в чемпионате после двухмесячных сражений. Из 12 участников наиболее успешными на площадке стали гости. Бронзовый победитель команда с дюшур номер 2 Пинска. Лучшие их с серебром волейболисты Горгаза и не проиграли ни одной встречи чемпионы, представители УАО «Плещицы». Как и полагается, победители ждали призы и подарки, в том числе от профсоюзного комитета района. Отметили лучших игроков турнира, наградили и его участниц в специальной номинации за смелость и украшение. Ведь они сражались наравне с мужчинами. Неуступчивые кошки. Ястребы проводят игру в рамках полуфинала и в овертайме не одолевают своего соперника – команду «Рыси». Они забирают первое очко в полуфинале, прервав серию удачных матчей пинчан. Целый период противники штурмовали оборону друг друга. Безуспешно. Безрезультатной была почти вся вторая часть игры. Пока в ее окончании ястребы не пропускают. И все же подопечные Алексея Вербицкого отыгрываются. Даниил Луй передает шайбу Юрию по Славскому. И тот не промахивается. Игру в это время наши хоккеисты вели в меньшинстве. Увы, снова пропускаем и реабилитируемся. Умело разделывается с голкипером гостей Иван Лапин 2-2. Но ничьей не суждено было случиться. Рыси в овертайме опять оказались удачливее и с преимуществом всего в одну шайбу завершают встречу. Наверняка ястребы и их тренер проведут работу над ошибками и попытаются исправить ситуацию в следующем матче 21 марта. Болельщики команды ждут от нее только победы и требуют от наших спортсменов собраться с духом, взять волю в кулак и забивать. В стадион Академии футбола 18 марта волна принимала у себя гостей из Слонима и добилась успеха. Проходит всего 6 минут игры и оппоненты Пенчан первыми реализуют мяч. Поквитаться за обиду подопечным Сергея Яскобича долго не удается. Шанс выпадает за 7 минут до окончания тайма. И воспользоваться услугой фортуны не применил Данил Ткачик в соавторстве с Мурагяном. А выводит волнув победителей новичок команды Кирилл Полковский. Удачно мяч ему переправляет Виталий Киблук. Кириллу остается только обмануть защитника ворот Слонима. Гости неоднократно создавали опасные моменты. Но надо отдать должное нашим вратарям Лицко и Калтыгину, которые не позволили мячу пролететь мимо их цепких рук. Увеличить голевой разрыв в Пенчане могли на 78-й минуте. Но не везет в реализации пенальти Максиму Гречихе за форум против Кирилла Ковалевича. Следующий спарринговый партнер волны – Новая Припять из Альшан. Игра намечена на 25 марта в Пинске на стадионе спорткомплекса «ПолисГУ». Начало в 15.00. Поддержим наших футболистов на трибунах. А вот стын лесовцам на поле не везет. За победой команда отправилась в Лиду и не выиграла там. Хозяевам игровой площадки при всем старании не удается забить ни разу. В свою очередь Лида трижды реализует мяч. Один гол прилетает в первом тайме, еще пара во втором. Недавний соперник волны – Слоним-2017. Следующий «Кто» проведет со стын лесом товарищеский матч. Игра запланирована на предстоящую субботу. Тренерский дебют. Николай Коляда, который вместе с коллегой Сергеем Чепким готовит женскую команду ДСУШа по ЛСГУ, провели свой первый матч в рамках чемпионата высшей лиги. Помериться с силами молодой наставник и его подопечные отправляются в областной центр. Соперник наших девчонок – Динамо Брест. Его спортсменки выступали в синей форме. В первом тайме они достаточно успешны. Дважды находят слабое место в обороне нашей команды и поражают ее сетку. После перерыва ДСУШа по ЛСГУ приложила немало стараний, чтобы отыграться. Но успеха это не принесло. В свою очередь брещанки заколачивают третий победный мяч и отправляют своих соперниц домой с поражением. Впрочем, особый успех футболисток нашего региона не ожидался. Они впервые заявились в высшей лиге и пока, можно сказать, в ней осваиваются и боем изучают своих соперниц. Отдельные моменты такого противостояния не могут не вызвать улыбку. Тринадцатый номер прорывается в шафтную передачу, в центр и удар! Перекладина! Ты-то посмотри. Снова Сидорчук уже рвется на правый фланг, говорит, я на мяче, не трогай, не трогай, бежи дальше. И вот здесь вот отдает передачу, чуть-чуть не точно. Если бы поле было чуть-чуть шире, то, конечно, я думаю, получилось бы. Вот тут уже Дюсыша по Лесгоу может развить свою атаку, голкипер! Ты куда? Ворота же там! Зачем так далеко было выбегать? Тут у нас опасный заброс в штрафную! На мяче, получается, у нас пинчанки. Будет ли бить? Будет ли кто-нибудь? Кто-нибудь, пожалуйста, ударьте не туда вы мяч же. Там свои ворота. Девчонки, на этом проигрыше не отчаивайтесь, а набирайтесь терпения и сил на дальнейшее участие в чемпионате. На этом завершаем выпуск «Спортэфира». Увидимся через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова